Канал Аль-Иртисам представляет Мир вам, милость Аллаха и его благословения Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения Аллаха, его пророку и посланнику Мухаммаду, его семье, женам, его благочестивым сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня Мы продолжаем цикл лекций основы шиитов Мы начали одну из самых болезненных тем для шиитов, как они заявляют, это именно убийство имама Хусейна И постараемся в этих лекциях раскрыть вопрос, кто же виноват в его убийстве и кто на самом деле должен требовать отмщения за его кровь В прошлой лекции шейх рассказал и осветил все события, которые предшествовали этому самому происшествию Все начали с достоинства Хусейна и в дальнейшем, если рассказывать все это, очень много часов получится Дошли именно до того момента, как жители Куфы начали писать письма, в которых они признавались Хусейну в том, что хотят видеть на посту халифа именно его И количество этих писем было огромным, там 500 человек почти написало эти письма И как он под всем этим впечатлением, посоветовавшись, ну как бы приняв решение, выдвинулся в сторону Куфы Несмотря на отговоры с подвижников и табиинов, и больших ученых, и даже простых поэтов, которых он встречал на своем пути И дошли в своем повествовании до того места, где он, да будет доволен им Всевышний Аллах, достиг места под названием Карбала Шейх вам слух Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля Расулиллах Да, доехал Хусейн до тот местности, которое называется Карбаля То есть она и тогда тоже так называлась Так тоже, тогда тоже называлась, и сейчас тоже так же называется Хусейн остановился на этой местности И спросил, что за место это, ма хава Кал Карбаля Ему сказали, это Карбаля Он сказал, карбун вабаля Печаль и беда Так ответил Хусейн, радия Аллаху ана Действительно она была печалью для мусульман И бедой для мусульман Что может быть, беда больше Мусульмане убивают Внука пророка Он как будто предчувствовал это, да? Да Потому что он видел уже, вышел уже, обратной дороги нету И вот дети говорят, мы не вернемся, пока мы не отомстим за смерть отца Уже он видит Ему на себя дело, может даже вспоминал, наверное, те, которые ему говорили И Абдуллах и беда обняли его и сказал Прошаю с тобой убытый человек Ну, и не хватая Хурраб, этот, Хуррабин-Язид, тысячами человек армии была, и он старался, чтобы он не заехал в Ирак. Преградил ему дорогу. Этот между ними, который был разговор, который мы рассказали, еще отправляет Абдулла, этот, Убайдулла Абн-Зияд, четыре тысячи армии еще, добавок. На подмогу. На подмогу. Эта армия была, приготовлена, это Саад бун Абдулла, это Амиром, это был Умар, ибн Саад, ибн Айкас, старший этой армии. Амир, эту армию был, и это приготовлено, чтобы ее отправили в рай, место такое, сейчас тоже иранная она, развеют оттуда. Нам там, ему обещали, что там тебе наместником сделают. Умар там должен был. Его армия тоже отправила Абдулла на подмогу, закончить. К этому тысячному войску. К этому тысячному войску закончить тема. Хусейн, ради Аллаху вану. Когда этот Умар, ибн Саад, ибн Абдулла, ибн Абдулла, ибн Зияду, он не сказал, не приду я туда. Он ему предлагал добровольно пойти или арестовать? Да, добровольно, сперва предлагал, добровольно, пошли, обайдулла ибн Зияду. Когда он уже увидел это серьезно, что не оставит его, Хусейн, он сказал, я тебе три выбора даю тебе, из них один мне дай, я сделаю. А Хусейн предложил? Да, Умар Абдулла Сааду. Главнокомандующий. Какую из них, да, я тебе три вещи скажу, любой из них выбирай, я сделаю. Поэтому Умар Абдулла Сааду предложил первый из них, он сказал, оставь меня, чтобы вернуться. В Мекку. В Мекку, уже понял. Их не было там 30-40 человек, Хусейном. Да, вся семья. А там уже пятитичная армия. Или оставь меня, чтобы я вернулся. Или я пойду в любую границу, где воюют мусульмане, там буду солдатом для армии Язида. Или же я поеду с Шамом к Язиду, подам ему баят дать. Хусейн так говорил. Уже подумал, знал, что это неправильно. И нету людей, везде сила Язида, везде армия Язида, исламское государство, все это есть. Дам ему баят. То есть шариат указывает на то, что нужно уже подчиниться. Он сказал, Амрам и Саад, хорошая идея, давай я напишу письмо на Куфу Абайдуллаху Нзиаду. Что он скажет? Ты напиши письмо. Что он тебе скажет? Может он скажет, приходи ко мне, будь рядом со мной. То есть не надо на границу ехать. Да, да, будь со мной рядом. Но они оба договорились так. Так, Амрам и Саад, ибн Муакас, действительно писал письмо к Абайдуллаху Нзиаду. Но Хусейн не написал письмо к Язиду. Не знаю, почему он не написал, причина, но не написал письмо к Язиду ибн Муавия. Когда пришло послание, пришло послание к Абайдуллаху и рассказал, что Хусейн требует. А, к наместнику Куфы. Да, наместнику Куфы, что Хусейн требует. Что Хусейн говорит, выбирает, я сделаю. То есть его предложение. Да. Хусейн говорит, из трех письмо, скажите мне, Язиду пойду. Или вернусь, или в джихад пойду. Саагар, охранять границу мусульман. Ибн Муавия тоже согласился на это. Согласился на это. Любой, говорит, сам выбирает Хусейн и сделает. Любой, пускай сам выбирает Хусейн и сделает. Но вокруг наместников бывают такие подхалимы постоянно. Подлые люди. Там был Шамар ибн Зил Джавушан. Эта история еще придет нам. Кто он? Шамар ибн Зил Джавушан был. Он был ближайший человек к ибн Зиаду, наместнику Куфы. Абдуллах ибн Зиад. Как правая рука. Нет, в Аллахе, что ты делаешь? Почему ты доброходно ему даешь? Забери его к себе сюда, плен приведи. Потом сам сделай, что с ним хочешь. Хочешь, обратно вернешься. Хочешь, жихад отправишься. Хочешь, язид отправишь. Плюс послушается, и будет плен у тебя. Сыграл на его самолюбие. Да, да. Тогда тоже обманулся его словом. Абайдуллах. И сказал, нет, придет починиться мою хокму, мою закону. Пускай мое решение будет последним. Последним приведите сюда его. Абайдуллах Зиад туда отправляет еще Шамар ибн Зил Джавушан. Вот этот советник его. Иди и заставь его, чтобы под моим законом, под моим правлением, что пускай он согласится, плен берите его. Если это делать, воевать с Хусейном, пока его плен взят, Умар ибн Саад, если согласится. Умар ибн Саад тоже мы знаем, правильный человек. Син сподвижника пророка. Если он согласится, оставь, если нет, ты Амир. То есть, главнокомандующим ты будешь, если он откажется, ты против Хусейна воевать. Ибн Зиад, этот был, мы сказали, приготовил, чтобы рай, город рай, туда отправить. Но ему сказали, сперва прикончу, дело Хусейна закончим, потом пойдешь. Шамр ибн Завшан пошел и дошел, и дошло хабар до Хусейна, что это необходимо, чтобы под хукм, под проявление Абайдуллах ибн Зиада, прийти необходимо Хусейну, ему хабар донесли. Что он должен прийти в Хуфу и подчиниться решению Абайдуллах ибн Зиада. Что он пленом был. Он сказал, ла ва Аллах. Так это унижение. Да, ла ва Аллах. Ла анзилу аля хукми Абайдуллах ибн Зиада. Никогда не буду согласиться под решением Абайдуллах ибн Зиада. Отказался Хусейн. И тогда Хусейн напоминает армию Куфа Аллахом. Что вы делаете? Вы ко мне писали. С Хусейном были 72 человек. Армия Куфа было 5000 человек. Там из них были женщины, дети. Там были воины, были 72 человек. Да, женщины были, дети были, но воины были 72 человек. Фарис, этот, всадники были 72 человек. А армия Куфа было 5000 человек. Больше сейчас этой армии были те люди, которые писали письма Хусейну. Это те люди, которые писали письма Хусейну. Они сейчас хотят заставить Хусейна подчиняться Абайдуллах ибн Зиаду. Ну да, если 18 тысяч присягали, то среди них как минимум в этой 5000 кто-то из них был. Хусейн ибн Зиаду сказал, подумайте, что вы делаете? Вам, как вы можете убить такого человека, как я? Сражаться с таким человеком, как я, как вы можете? Я сын, дочерь вашего пророка. Что вы делаете? Хусейн напоминает об Аллахе. Бойтесь Аллаха, что вы делаете? Я сын, дочерь вашего пророка, саду Аллаху, алисалам. И на земле другого нету, сын, дочерь пророка, кроме меня. Хусейн умер, все умеры, я один остался сейчас. Хасан умер, я только. Сын, дочерь пророка, в мире только я. И вы хотите меня убить? Вы хотите против меня сражаться? Напоминает об Аллахе. И пророк, салалам, сказал, меня и моему брату, они оба являются господинами молодежи рая. Молодежи рая. Вот хотите вы убить? Кто убит, если меня убит? Кто может быть хуже человека, убивает человека рая? Оставьте его, приходите в мою сторону. Вот так он на сихе им делал. Из этой группы еще 30 человек. Перешли к армии Хусейн. Из 5 тысяч? 30 человек пришли. Из них был Хурр-рабный езид. Тот, который на дороге первый встретил его, хотел, чтобы он вернулся. И говорил ему, иди езиду, или же возвращайся. То, что Хусейн требовал, тогда же Хурр-рабный езид ему сказал, делай. Мешал же ему, что даже ирак не дошел. Вот это тоже переходит к нему. Он же говорит, не делай это испытание. Я не хочу, чтобы Аллах меня испытывал, убийство тебя. Тебя, да. Тогда они говорили, ты с нами пришел, Амиром, и к нему переходишь. Он сказал, да. Что вы думаете, говорит? Аллах, говорит. Мне, говорит, сейчас выбор между райами и Адам. Помочь Хусейну рай? С вами убит ад. Вы хотите Хусейну убить? Аллах, говорит. Я не выбираю кроме рая. Ход даже куска меня отрубит. Тогда Хусейн сделал. Смотри, какая армия была. Хусейн сделал вухр обеденный и постобеденный намаз. В четверг обе армии за ним стали молиться. Пять тысяч человек. Эти и Хусейн армии вместе стоят за Хусейном молиться. Имам Хусейн. Потому что достойного больше не было. Нет, но он же. Даже Хусейн сказал, из вас один имам будет, из нас будет. Они сказали, нет, мы все помолимся за тобой. Как ты представляешь? Мы там за тобой. И сделали за Хусейном, лухур, в аль-аср. Да-да, он же сафари. Когда в Магребе было, уже в Магребе вечерний намаз уже подошло, уже конницы подошли в сторону Хусейна. Хотят его пленить, арестовать. Хусейн уже готов был в своем мечом тоже в руках. И как он чуть-чуть поспал тоже, он сказал, что вы хотите? Он сказал, что они хотят? Они говорят, пришли, иди свои люди отправляют, идите, скажите им, что они хотят. Они сказали, из 20 человек, из Хусейна, армии сказали, из них был Аббас ибн Али ибн Абитали, брат Хусейна. Аббас тоже там был. Тоже от Фатима? А, нет, не от Фатима. Нет, Фатима, Фатима только Хусейн. Другие, это дети, живут на 30 лет. Аббас ибн Али ибн Абитали, брат Хусейна, тоже из них был, из 20, который пошел поговорить с ним. Они сказали, или же он будет проявление Аббайдилла прийти, или на решение Аббайдилла прийти, или же мы должны сражаться с ним. Они сказали, подождите, мы пойдем Хусейну скажем. Сказали Хусейну, Ради Аллаху Ан, скажите им, на эту ночь оставьте нас, завтра мы вам скажем наш ответ. Он так сказал. Я сегодня ночью помолюсь, я люблю молиться. И эту ночь, он до утра молился, просил прощения Аллаха и дуа делал. И он, которые с ним вместе были, все вместе. 61-й год, Ва-Кат-Ут-Таф называется это место, это битва, Ат-Таф. Утром, пятница, 61-й год, начался Кат-Ут-Таф. Он же вышел, 60-й год, Зель-Хиджа. Там уже наступил Новый год. Да, Новый год наступил, и была Жум'а, 61-й год, и началась битва между армией Абайди Аллаха и Хусейна, радия Аллаху Анна, когда Хусейн уже отказал. Битва, конечно, неравная битва была. Как можно равная битва общим между Хусейном тысяч 100 человек максимум, если скажем, а 100 человек против 5000 человек. Уже этот подружник Хусейна, они знали, что он и так, и так, мы не выиграем, только нам придется перед Хусейном умереть, защищая его. Перед ним вставая, Перед ним вставая очень бед, и их не это было, и один за другим умирали, убивали перед Хусейном, защищая Хусейн, и почти все закончились, кроме Хусейна никто не остался. Представляешь? И сын Хусейна тоже, он болел, Али ибн Хусейн. Ради Аллаху Анахм. И этот день, целый день остался Хусейн, никто не хотел подойти и убить Хусейна. Боялись? Боялись, не хотели убить внука пророка саламу, али и саламу. Доходили до него и возвращались. Не хотели, чтобы остались, перед Аллахом ответствовать эти испытания так же было, пока не перешел этот Шамр ибн Жавшан. Тот советник. Тот советник. И он сказал, что вы делаете? Пусть материя вас потеряет, окружите его, убейте его, сказал. Вот тот советник говорит, окружите ее Хусейна и убейте Хусейна. Тогда пришли, окружили Хусейна, воевал против них, из них тоже он убил и был, как звер воевал Хусейн, ради Аллаху ана. Множество людей, как всегда, выиграет, хоть какой бы сильный человек ни был. Еще кричит Шамр, говорит, что вы делаете, чего вы ждете, убейте его. И подошли и убили, которые Хусейна убили, его назвали Синан бин Анас. Тот человек, который последний удар. Сам, который уже уничтожил Хусейна, это был Синан ибн Анас Анаха'и. И он его отрубил голову, говорят, не он отрубил голову, его голову отрубил Шамр. Бин Зильджаушан. Пусть Аллах опозорит их, этих людей, которые убили Хусейна. Когда Хусейна, убили его голову, забрали куфа и поставили перед Абайдуллах ибн Зияд. И он взял палочку и начал тикать в рот Хусейна. Издевался как будто. Тогда Анас и Марик там было. Он уже стариком был, глубоким. Да, да, да. Здесь Анас и Марик был. Он говорит, то, что плохое, я тебе скажу, имеется в виду, тот рот, который сейчас ты палками играешь, я видел, это место целого, пророк, саллах ибрагим он нахай. Это тоже из племени этого Синана Анас он говорит, если я был бы если я был бы из тех людей, которые Хусейна убил, если даже я в рай зашел бы, я стеснялся бы, перед пророком пройти. Конечно. Как посмотрю на лицо пророка саллах ибрагим только из-за того, что этот человек был из его рода, да? Нет. Или просто похожее название нахай. из его рода он был, из Тухума был. Просто он говорит, как можно это убить, если я даже убил бы, говорит, его, я даже не мог бы, перед пророком пройти, даже если даже в рай зайду. Как можно внука пророка саллах ибрагим ибрагим убит. Из-за семейства Хусейна, Хусейн вместо убил, убит сыновья Хусейна еще другие. Помимо того, который болел? Да. Нет, болел, не убили. А, он маленький был. Он болел, не маленький был. Убили сыновья Али, сыновья Хусейна. Из-за семейства из-за сыновья Али был убил, Хусейн один. Акбас. Джа'фар ибн Али ибн Абиталиб, Аббас ибн Абиталиб, Аббас ибн Али. Аббас ибн Али ибн Абиталиб и также Абубакр Али ибн Абиталиб, сын Али ибн Абиталиб, Мухаммад ибн Али ибн Али ибн Абиталиб и Утман ибн Али ибн Абиталиб. Шестри сыновей Али ибн Абиталиева погибли в этом битве. И сыновей Али ибн Абиталиева убили Абдуллах Алиюль-Акбар. Это другой, не тот маленький, Али ибн Абиталиева. И сыновей Ассана убили Абдуллах Асим Абубакр. И сыновей Аقилы, Джа'фар Ибн Акил, Абдуллах Ибн Акил, Абдуллах Ибн Акил и Абдул-Рахман. А Акилы брат Али ибн Абиталиева. И сыновей Абдуллах Ибн Акил. И самого муслима тоже мы знаем, Куфи убили его, пока Хусей еще дорогой был. И сыновей Абдуллах Ибн Ажа'фар Ибн Абиталиева убили Ауан, другой Мухаммад. 18 мужчин из семейства пророка, саллиллаху алейхи ва салам, убили в этом битве. Это неравном битве убили 18 человек из семейства пророка, саллиллаху алейхи ва салам. Умма саляма рассказывает хадис. «Джибрилл был у пророка, саллиллаху алейхи ва салам. И Хусейн был со мной. И Хусейн заплакал. Я оставил и пророк саллиллаху алейхи ва салям зашел и приблизился к Хусейну, сказал… Пророк саллиллаху алейхи ва салям и приблизился к Хусейну. Жибрил спрашивает «Мухаммаду саллаху а ту хиббугу я, Мухаммад, ты любишь его?» Он сказал «Да, люблю». Он сказал «Твою умма его убьют». Это известный хадис, многие рассказывают, но это хадис, слабый хадис, достоверность этого хадиса не сильная, слабый хадис. Другой есть хадис от Умму Саляма, она рассказывает, я слышала, говорит, джинни плакали, джинни плакали, она говорит, это хадис хороший хадис, что джинни плакали, когда Хусейна убили. Их не говорит, звук плачет, говорит, я слышал. Я слышала, говорит, Умму Саляма ради Аллаха. Но то, что рассказывают, когда Хусейна убили, небеса к кровью дошло, и все стены были кровью размыты, любой камень поднимали, под ним кровь находили. Все это является враньем. И даже не слабый хадис, вообще никаких цепочек для этих хадисов, это не является недостоверным, это все вранье, которое придумали, можно сказать, те, которые говорят, мы любим Али. Но сами убили и говорят, мы любим Али. Еще Ибн Аббас говорит, ради Аллаха, я говорю, вас не видел, Пророк, Ибн Аббас рассказывает, тоже достоверным и снадом. Я, говорит, во сне видел Пророка Саллаху Али-Асалам. С ним была, говорит, бутылка, заполненная кровью с Пророком во сне. Я, говорит, спросил у Пророка Саллаху Али-Асалам, у посланника Аллаха, что это? Он сказал, говорит, кровь Хусейна и у вас подвижников, которые вместе с ним убили. С этого момента, где я эту кровь собираю, говорит, сказал Пророк Саллаху Али-Асалам. Это Аммар рассказывает, это хадис, и мы этот день, который Ибн Аббас, Пророка, во сне увидел, мы подсчитали, говорит, оказывается, этот день был убит Хусейн, ради Аллаху Али-Асалам. Этот, мы все знаем, Пророк Саллаху Али-Асалам сказал, кто мне во сне увидит, поистине меня увидел во сне. И мы знаем, Ибн Аббас полно, что облик Пророка Саллаху Али-Асалам знал, из-за этого он сказал, я видел Пророка Саллаху Али-Асалам, и это был достоверный сон, и этот день был, день, который был убит Хусейн. Аль-Асалам, этих людей, Аллах наказал, убитых, кто приказал убить Хусейн, это бдуньи, облил-Ахират, досудный даже. Как это случилось? Хусейн имн Али был убил, по приказу кого? Обиду Аллаху Али-Асалам. И потом вышла армия из Куфа, Тауаби называется, которые кающиеся, за свои ошибки кающиеся, и там был Амира Мухтар ибн Аби-Убайд. Они вышли, место взять за Хусейна. Им это Мухтар тоже был, вот Аби-Убайд был, он тоже из тех людей, которые мусульман Акила оставил. Бай отдал, потом оставил. А бросил его? Да. Этот, если посмотреть, получается, сами себе хотят место взять. Мусульман Акили, Бай отдали, позвали его Хусейна, оставили его. С кого они должны место взять? С самого себя надо место, вы же оставили Хусейна. Они оставили мусульман Акили, когда его убили, никто не поширился. Представляешь, 18 тысяч человек в городе весь, убивает того человека, наместника Хусейна, который отправил, и никто не шевелился этим. Могли бы его окружить, чтобы не дать даже, чтобы убить этого человека. Никто не пошевелился. Когда Хусейн вышел тоже, они же могли бы, в этом армии они были перейти к Хусейну, защитить Хусейна. Никто не сделал, кроме Хур ибн Язид. 30 человек вместе с ним, которые были. Но люди Куфа, которые себя называют шиити, Али имн Абиталиба, Хусейн имн Али, Хасан имн Али, они все его оставили. Из-за этого они до сих пор бьют себя. До сих пор они бьют себя за что? За тот грех, который они сделали, как они говорят, что они предали их родители, их отцы, за то, что предали Хусейн ибн Али. Их предки их предали, из-за этого они до сих пор в десятий день Ашура цепь избивают. И убили они Абайдуллах ибн Зияда убили, и вместе с ним других тоже убили, их голову принесли, перед Куфой, перед Куфой мечети поставили головы. Это типа они вот так отомстили. Да. Люди сказали, пришел, 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 большой змея, этот, и между их головами зашло, это между их головами прошло, и через нос Абайдуллаха зашла, говорит, этот. В голову. Да, вот эта змея, чуть-чуть остается, вышла и прошла. И также два-три раза сделала змея этот поступок. В этом Думе Яжи Аллах отправил к нему змея. Эту историю рассказывает имам Тирмиза, где монаком, где достоинство Хасана и Хусани рассказывают, и сказал Тирмиза этот хороший, достоверный хадис. Хадис он Хасану Сахи. Аллах Субханава Тааля, в этом же дуне наказал, даже до Ахира, даже людям показал, какой человек этот, Абайдуллах Абн Зияд, и в этом же дуне людям показал два-три раза змея, зашел через его нос и выходила, и три-четыре раз так получилось. За них, в этом дуне даже, за семейство прокса, в этом дуне даже наказывали. Истории много есть. Абираджа Аль-Уттар рассказывает, он говорит, не ругайте Али ибн Абиталиба, его семейство. Наш, говорит, сосед был, Мин Балхуджин, это такое племя. Балхуджин из этой племени был, говорит. Когда он сказал, говорит, вы не видите, что ли, этот фасик Хусейн Амин Али, «каталаху Аллах», такую дуа делал, и назвал Хусейн Амин Амин «каталаху Аллаху». Аллах, говорит, отправил звезды, говорит, его глаза, и убил, говорит, его, этот, и уничтожил его звезды зрения. Ослепил. Ослепил его. В этом дуне, Аллах Субхану Аллаху Аллаху, место брал за семейство пророка, саламу. Эту историю тоже достоверным местом рассказывал Фиба Аджамаль Кабир. Вот. Этим закончилась история Али ибн Абиталиба, Хусейн Ибн Али, очень печальная история. Иншаллах, в следующем легче мы продолжим и расскажем, кто же убил Али ибн этого Хусейна, откуда они были, были люди зиада или же Али ибн Абиталиба. Мы узнаем, что еще в будущем легче. Алхамдулллях, Раббилу Амин. Резак Аллаху, Хайран Шейх. Поистине эта история, она еще Аллах только знает, сколько еще это до Непра существует, но до Судного дня люди будут рассказывать эту историю, люди будут вспоминать как праведных людей, которые, встав перед выбором, решили перейти на сторону Хусейна, так и этих преступников, которые участвовали, организовали, участвовали и убили внука пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Если Аллах даст нам силы и возможности, в следующей передаче мы расскажем, кто же все-таки были эти люди, которые убили имама Хусейна. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует...